всем здравия ремонт продолжается затянулся конечно очень сильно ремонт затянулся связи скажем так с нехваткой ресурсов что-то выручают люди кстати вот планетарку дмитрий подарил с города сосногорск от души тебе дмитрий благодарность большая очень понадобилась потому что в том мосту который отдал нам тимофей оказалось планетарка не очень хорошая человек от души тоже сделал как говорится барский подгон но к сожалению не очень поэтому он твоя планетарка пригодилась мост мы собрали установили выехали все нормально и теперь приступаем точнее продолжаем смотреть где что еще у нас не очень вот купил передний кардан поставил вчера задний кардан который отдал вадим мы решили поставить все-таки назад думали сначала его оставить потому что мой более или менее еще живой но там крестовины уже под немножко под разбиты хотели сначала крестовины поменять а сегодня утром вадим сказал короче ставь тот новый пускай новый будет в общем я сейчас этим наверное и займусь а также мне надо будет сегодня поменять трубки топливной системы потому что те трубки которые я покупал вот по сколько там годы 7 месяцев получается назад они все почему-то лопнули уже качество видимо мягко говоря нехорошее для этого я не знаю либо бак буду снимать либо вадим сказал там должны быть в кузове технологические отверстия надо мне там разгребсти вот там всякие вот этот ерунда валяется у меня запчасти там железки короче говоря всяких вам вот если я доберусь то я не буду снимать бак потом задача на сегодня очистить фильтр попробуем набивку другую сделать обновить его тоже вчера не снимал что-то вообще настроение не было снимать меняли проводку местами что могли какие-то там и заменили обновили но не полностью полностью менял года три назад но уставил 4 может даже вот ну такие где были скрутки все этих хвосты тоже по убирали потому что греются фары сильно может быть придется фару покупать скорее всего придется потому что чтобы мы там не делали все равно тепловой предохранитель выбивает вот это надо тоже проблему решать то что ну сами все знаете надо со светом ездить а у меня свет начинает моргать блымкать и потом тухнет рано или поздно это приведет к штрафу ну или например в темное время суток а скоро вот зима уже были морозы первые я уже тут четвертую неделю живу в общем потихоньку все все недоделки надо сделать в зиму что мы вчера еще сделали тоже не на камеру делали вчера проверяли компрессию компрессия 6 7 8 смотря в каких 8 8 6 7 то есть очень плохая вадим сегодня поехал землю пахать маме помогать когда управиться сказал приеду попробуем клапана отрегулировать посмотреть что как там и потом сделаем замер опять компрессии и сделаем вывод когда и и как и что нам надо будет делать вообще с двигателем но я думаю это не в этот заезд потому что я уже обсох как говорится и морально и физически и финансово и так говорю очень все долго затягивается что могли конечно сделали я говорю большая благодарность всем тем людям кто помог какими-либо запчастями руками там неважно машиной и так далее там подобное ну а сейчас я переодеваюсь и лезу под машину менять задний мост не моста кардаш уже с этими мостами уже просто пухнет короче кругом идет но мы боремся 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 и будем бороться дальше так одна гайка там осталось один болт точнее а я чуть не пойму чем не надо выключить уже выключал может и раздатка они все не крутятся и не крутится я здесь освобожу и может быть кардан наклонится я и тут откручивай может не до выключается там у меня с рычагами беда это мы позже будем делать что-то там тоже надо отрегулировать кругом беда дед старый как вы там пишите ухаживать еще надо за машиной а я же ведь по вашему не ухаживают кстати мне вот интересно только правду напишите у кого же все-таки мост проработал хотя бы 12 лет как вот у меня задний причем постоянно под нагрузкой топ груженый то бездорожье я куда-то там в магазины на этой машине в жизни не ездил машина только работает в основном по нагрузкам вот напишите много ли себе видеваясь людей а то по оскорблять меня там по оскорбляли в плане того что мост я там запустил а я просто не хочу называть причину кто внимательно смотрел канал может догадаться почему что где случилось кстати мост не единственный что пострадала у этой машины что сейчас приходится совершенно другими силами и затратами ремонтировать я вот я вот надо смотрю читаю как стервятники некоторые сидят и ждут когда же что-нибудь произойдет чтобы носом ткнуть высказать мне какой-то рукожоп там или еще чего-нибудь не до выключения идет все раздатки это будет разобраться потом вадим сказал знает как там чуть переставить переделать вот он меня как раз и учит уму-разуму не ругается понимает что я не механик что-то знаю что-то не знаю после таких ремонтов знаний соответственно больше добавится хорошо когда у тебя в жизни есть учитель и помощник наставник так сказать для его нету когда люди сидят ждут даже у тебя случится какая-то беда чтоб посмеяться на тобой вот этот ребят плохо я не знаю какой у вас возраст кто там писал вот эта вся дрянь но вам бы лучше переосмыслить жизнь не кидаться своими тряпками сторону тех людей кого вы не знаете вы не знаете какая у них жизнь была или есть им что-то дается по моему как раз там у меня часы откроется еще одна гайка я смогу все равно снег кардан знаю что неправильно но не знаю в чем дело наверное недовыключается что-то у меня работать надо надо делать время идет расскажу историю почему я не хочу продавать эту машину история очень длинная отдельно надо рассказывать по идее но эта машина мне не раз в полном смысле слова жизнь спасала и вручала в жизни и не только меня понимаете и людей других разных и ни одного далеко человека и целая деревня эта машина выручала в которой я свое время продукты возил никто не возил а я их возил при том что деньги с продукты не зарабатывал просто от души делал покрывал расходы и все и бензин хотите верьте хотите нет меня в этих деревнях помнят и знают знают как это было вот такие вот ребята пироги поэтому я не хочу эту машину продавать истории таких по идее много были случаи когда я мог остаться на той стороне когда зимник рухнет а если кто-то знает что такое зимник рухнул когда уже закрыта дорога зимний закрытый и когда уже переправа уже все вода на льду все нету все закрыты везде знаки стоят а ты еще там вот так получилось что ты был там ехал с одного города в другой разные ситуации поломки не поломки пока сделал выехал вроде нормально а потом бац плюс по моему 19 аномалия было тепла конечно там все рухнет мгновенно ничего доехал довез через печор уехал с открытыми дверями сколи спокойно были в случае провалится если а лед уже все речка уже тоже никакая лед плохой вода на реке если чего будем выпрыгивать и попрощаемся с машиной вот и как его право продавать после всех этих случаев я буду ремонтировать продлевать ему жизнь максимально возиться с ним плеваться с ним ругаться на него буду но его не хочу я его знаю как себе самого можно так сказать знаю его болячки хронические а купить какую-то другую машину опять все болячки а если бы уж на так это не знаешь какие болячки да и тому подобное с одной стороны хочется много рассказать с другой стороны не хочется всем подавай рыбалку ролики особо сильно никто не хочет поддерживать комментарий лень написать лайк лень поражать каналу помочь да что вы что вы что вы братья же миллионерами станут так далее там подобно поэтому ничего я не охота душу открывать или изливать я попытался что-то там по глупости по своей наивности рассказал только плевки получил поэтому как то так хотите смотрите хотите не смотрите хотите кричите хотите не кричите но я бы на вашем месте не кричал на людей не знаю чего да и как потому что и вы сами не защищены от такой жизни от таких ситуаций и вот как на меня начали там бочку гнать ты такой ты эдакий расстраиваешься ничего не хочется канал содержать не хочется я уже здесь нахожусь в разъездах побывал в арбеке сосногор ездил домой отдыхал денежки еще брал на запчасти и т.д. и т.п. встречаюсь с людьми встречаюсь с подписчиками говорю да спрашивают а чего канал будете закрывать или нет да ребята есть мысли закрыть его потому что нет понимания нет поддержки многие перескочили на другие каналы где повеселее где там рыба покрупнее где там маты где там не там алкоголь не алкоголь я понимаю что многие чувствуют себя что вот это им роднее ну ради бога как говорится но мы канал не можем тащить понимаете вот это тащить постоянно плевки получаете опять его тащить и тащить и тащить тащить до нового года то есть как я сказал в новом году на стриме доживем в новый год посмотрим либо закроем этот канал просто я ничего не потеряю ребят понимаете мы больше вкладываемся в этот канал чем я потеряю с него чем зарабатываем соответственно у меня никакого как говорится чувства сожаления нету понимаете вот и что я могу сказать или если не закроем то будет видео выходить редко как у других каких-то каналов раз в неделю раз в месяц может быть более или менее скажем так нормальный контент будет может быть будем готовиться а не так что давай видео иван давай денис видео больше больше мы там видео бегаем там стараемся не спим не высыпаемся собой не занимаемся машина не занимаемся вот она пожалуйста вот это вот ребята и называется погоня понимаете вам вот зрителям угодить давайте давайте там что-то пропустил там времени не хватило здесь требует просить человек тут тут зовет просить человек там где-то помощь где-то там контент где-то там не важно что то интересно это интересно ну вот пожалуйста поработали мы воврали вот момент и обязательно найдется человек что-то опять что-то клянчишь опять ноешь опять что-то там еще чего-нибудь что-то там услышит в своей голове не не мною сказано понимаете с моей вот интонации как я говорю я говорю сюда так есть ребят я ничего не придумываю вообще ничего меня жизнь такая мне много люди знают я проверен жизнью понимаете проверен в разных местах этой жизни проверен нету ни одного человека который сомневается в моей искренности чистоте честности как говорится и все знают что честь у меня есть ребята понимаете вот это вот то что иногда происходит меня как раз таки очень сильно удивляет и расстраивает что же вы сидите так долго ребята у нас на канале и ждете эти все моменты когда вот нужно пальцем в глаз ткнуть нет чтобы помочь руку помощи потянуть ты в глаз тыкаешь только тыкаешь и доволен сидишь там привет тебе кстати тот довольный человек кто ждал когда у нас очередная какая-то поломка беда случится или еще чего-нибудь давай надеюсь тебе там все на той стороне экрана хорошо ты довольны вот и хочется с одной стороны много сказать с другой стороны думаешь а зачем все слова в пустоту вот жил я в жизни знаю я в жизни людей много хороших которые кстати сейчас таки и никто не отвернулся все протянули руку помощи как могли чем могли советом словом делом жильем не важно машиной какой-то там не важно железяку запчасть отдал там рубль перевел там неважно что он сделал как говорится эти все люди они как были друзьями так и останутся друзьями понимаете а многих из вас я не знаю на той стороне экрана многих людей я конечно знаю уже познакомился да тоже отличные люди есть на канале кстати немало людей этих но но есть и такие вот как вот я не побоюсь этого слова шакалы которые сидят засаде и ждут когда из-под тяжка напасть можно покусать понимаете спину ноги сзади покусать это вам ребята не тот контент как сидеть распаковывать посылки как вот нам вы присылаете помогаете раз раскрыл об вот вам просмотр ни ума не надо ни фантазии не надо ни затрат какие-то игры которые ты не делал рекламировать или 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 вы все на ю тубе не первый день вы знаете о чем я говорю эти контенты не очень сильно затратный много сил требуют сноровки знаний мозгов как говорится тех же друзей настоящих той же поддержки настоящей поэтому если канал либо закроется либо очень сильно сократим выпуск видео ну хотите отпишитесь хотите там еще поругайте нас как хотите что хотите ребята то и делайте я уже устал я говорю это откровенно глядя вам в глаза я ребята устал устал слушать выслушивать делать для вас и не видеть взаимоотдачи нет никакой вот есть тысячи человек которые лайки поставят всегда и не важно практически какой ролик и все неважно сколько бы у нас подписчиков не было вот лень нажать на кнопку тяжело да это так сложно там например до комментарии написать дельный совет дать по-человечески не то что ты там мудак тупорылый там не понимаешь что ты делаешь там да куда ты лезешь у тебя руки растут из задницы там да ты там масло в мост не заливал там я не знаю я могу сейчас долго у меня накипело могу долго этого говорить на и не хочу этого говорить понимаете просто нет желания я же прекрасно знаю что у вас у тоже у всех колоссальный опыт многие люди гораздо и умнее меня в разы умнее прекрасно это понимаю кто-то там скажем так какого-то финансовое положение в разы лучше там я все это понимаю ну ребят у вас еще раз говорю своя жизнь у меня своя жизнь есть чем поделиться советом поделитесь лучше советом и даже не только про себя говорю я это ладно мне еще раз говорю я ничего не потеряю себя канал закрою а вы потеряете контент очередной да вы быстро найдете вы быстро успокоитесь вы быстро найдете другие какие-то каналы будете там смотреть поддерживать возможно ну начнете услышав то что я говорю как говорится и это будет хорошо понимаете я хотя бы буду тоже в душе знать что мои слова сейчас не прошли простоту знаете не прошли что пусть кому-то но вы помогли вы сделали добро и пусть у кого-то будет более лучше материальное положение более лучшую там знание в той или иной сфере появится пусть это тоже хорошо иногда надо чем-то пожертвовать понимаете я такой человек что я в жизни очень много раз жертвовал давайте не будем недооценивать есть еще несколько месяцев скажем так проявите вот лучше уважение хотя бы как говорится не писать какую-то дрянь подумайте например прежде чем что-то написать я знаю что этот контент сейчас спас не посмотрит многие люди которые как бы пишут например что-то да или так говорят за спиной сплетни это распускают дед у вас будет жить практически никто не смотрит ну смысле не то что никто кучу мало очень смотрит этот контент в основном всем рыбалку подавать но тем не менее я это сказал вы можете помочь каналу можете и не всегда это деньгами многие слышат что деньгами да деньги это неотъемлемая часть таких каналов слишком большие расходы прям слишком но лайк и комментарий ребята тоже помогает не ленитесь делайте покажите что вам этот канал нужен понимаете ну не покажете дакал мне чего он нужен то извините меня я за два месяца с денисом вдвоем на двоих до сколько бы 160 долларов ребят заработать понимаете жопу рвать уже устали вот просто устали мы много другими вещами занимаемся не досыпаем как говорится чтобы хватало на жизни и опять же продолжать этот канал содержать вот сейчас с ноутбуком езжу путешествую показываю людям свою личный кабинет свой творческая студия называется на ю тубе и говорю вот смотри сколько мы в прошлом месяце заработали а сколько мы в этом заработаем месяц люди смотрят и просто в шоке вот и все а вы говорите вовремя купи себе новый уазик сколько новый уазик-то стоит я вот я отлично честно скажу реально те комментарии почитал и я не пошел смотреть уже понимать что у меня нету даже на полуазика нового понимаете хочу советовать такие советы купи себе иномарку которая там супер мупер стоит вот есть у меня например nissan tirano иномарка подготовленный джип да но его немножко скажем так мне помогли поломать да мне его и сунули то я подставили да там у нас городе даже шли на эту тему разговора что я там какую-то аферу продумал нет я никакой аферы не делал мне просто поставил мой в принципе на одно время лучший друг один из лучших друзей понимаете взял и кинул просто жестко кинул а потом еще и дети плюс тайные какие-то там я не знаю злопыхатели взяли еще и стекла побили по машине там двери пара так короче пол машину уничтожили вот я не знаю до чего доходит как говорится хотите вот помогите не словом как это вот получилось с этим уазиком мы там тебе то вышлем или мы там тебе там донора за деньги продадим в итоге человек пропал просто понимаете там все кто там что-то обещали все пропали это слова пустые слова вот хотите я не знаю давайте там я не знаю там восстановим ту машину многим нравится как когда технику восстановлю там тоже работы непочатый край понимаете не хотите не надо хотите опять напишите вот и вот так вот сказал там выпросил я вообще не хочу ничего говорить может бы сейчас выговоришь как говорится на камеру один из попросу чтобы он это все не ставил просто выговориться надо хочется выпустить этот пар вот это все надоело то машина стоит на эту денег не хватает ремонт из-за этой машины встал в квартире все бардак я домой приехал отдохнуть а в итоге там какой отдых там вообще просто бардак кругом все все в разрухе потому что сюда сейчас уходят все деньги как жить и тут же читаешь комментарий даешь видео с рыбалка какая рыбалка ребята надо гайки крутить рыбалка ну чё продолжим снял теперь будем ставить новый и 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 устранить все недоделки, мелкие и не мелкие, все что возможно. Кстати сколько мы их уже устранили, я говорю вчера и позавчера не снимал, не было. Так словами потом расскажу, как говорится итог подведу, что к чему. В общем вон ту сторону мне надо освободить, и я тогда там вроде бы есть технологические отверстия, лючки, тогда должен добраться по моему до бака, до вот этих вот шлангов. Я в общем здесь разгреб угол, вот тут лючок квадратный, мне его сейчас надо будет открутить каким-то образом, там все заржавело, старое. Добраться, посмотреть шланги, я там увижу, не увижу куда подходит. Если увижу, то это будет очень хорошо, мне не придется бак снимать. Там у меня масло разлилось когда-то, до сих пор масляное пятно. Ну что-то вообще не держится, заржавело, вылетело, похоже. Ну да, на одном болту держится. Это тоже весь заржавел. Сейчас может быть отковыряю. В машине часто мусор ездит, поэтому грязное все сильно. Все полы у меня плохие. Я их чистил, мавилю, там мавилю какой-то. Они все равно уже подвозносились. Скоро придет хана им, похоже. Кузов скорее всего, я не знаю, вещь дорогая, буду я ее вообще менять в свое время, не буду. Вот как раз размечтался, наслушался комментариев. Доноры, доноры. И в итоге никаких доноров я не увидел. Причем за деньги не увидел. Удивительные люди встретились, сказали, а ничего не выполнили. Был бы донор, может быть, или ремонт другой был бы, и легче был бы гораздо и быстрее. Вообще не пойму, как они закручены или что-то держат. Что-то не выходят даже. Или они не докрученные. Что это такое? Непонятно. Или они открутились, разболтались, но не до конца. Что-то какой-то новый ребус у меня здесь. Вчера здесь тоже поснимали, защита была, чтобы до движка легче было достать. Почистили трамблер, катушку, зажигание. Мне еще надо будет трубку поменять. Вот это тоже менял я. Был новый, а весь порябанный теперь шланг. Хочу другой вертыш туда поставить. Купил другой вертыш. Там выход на 19 диаметр. А я хочу на 17 поставить, потому что шланги не совпадают. И вот его так разрывается временем. Что у нас еще в планах? Ну, сейчас я воздухан сниму. Вот эту вот штуку промою тут все. Потом надо будет помыть, снимать карбюратор. Отрегулировать его еще разочек. И будем клапана регулировать. Потом будем проверять компрессию заново и смотреть, сколько еще движок без капремонта проходит. Ну, или там кольца менять. В общем, я в этом не силен. Вадим силен. Вот Вадим скажет свое заключение. Я пока снимаю фильтр. Фильтр тонкой очистки купили. Новый тоже поставим. Вот эту трубку поменяю. В общем, все, что еще можно поменять, обновить. Обновлю шланги у меня есть. Покупать их не надо. Более или менее они еще в нормальном состоянии. Скажем так, лучше, чем которые сейчас. Так, вот эту я сейчас буду мыть. Резинка тут маслостойкая. Поэтому ничего страшного, здесь сейчас бензина не будет. Помыть ее надо. Это всякая, она уплотнительная, как раз, чтобы всякая ерунда не летела. Карбюратор. Так, ну все, помыл, как вроде нормально. Сейчас я его отнесу, сушится. А то вот тут вонище сейчас будет стоять баражи. Пока я там лючок срезал, невозможно было открутить. Вадим тут уже клапан отрегулировал. Короче говоря... А мох этот о чем говорит? Ну, о том, что тут масло давно не менялось. Я поменял масло недавно. Ну нет, сейчас ты поменял. А до этого... А до этого сколько он, 2000-то не отходило? На СТО меняли? Ну вот, нет, это до СТО еще. Просто вот этот мох, вот это все, это подавишь, прям нагарно, нагарно. Это от времени. Просто, видать, терпел дедушка. Ну а сейчас что, клапанцы отрепетировали. Чуть-чуть большие были везде. Ну ничего. Сейчас посмотрим. Ну вот видно, что вот здесь вот под коромыслами выработка. То есть щук не ровно залазит, а закусывает. Вот именно вот здесь вот справа. Ну вот это... Самый коромыселки бы, конечно. Ну в общем, движку нужен это. Капиталить его надо, да? Да. Так, а сейчас что, компрессия должна поменяться немножко, да? Ну если все нормально, то должна. Но, наверное, не поменяется. Компрессия 6, 6,5. Это уже критика, критическая. Ну сколько можно терпеть уже, дедушки? Вот, так что это следующий этап уже. А посмотрим, как будет работать. А уже следующим этапом это движок. Ноги вроде сделали. Вроде как все шевелится. Так, крутится. А что там, крышку помыть пока, да? Клапан? Да, клапанную крышку помыть. Пока закроем. Потом лишь надо бы, конечно, прокладку... Прокладки дома лежат в сумке две штуки. Ну свистни им, пускай прилетят. А нет, так не могу, зубов нет. Зубов? Пока. В общем, срезал я болты здесь болгарки. Не стал показывать. Лючок снял. И вот, даже тут видно, это был совершенно новый патрубок. И он уже лопнул. Я потом достану весь шланг. Покажу сейчас, короче, вытаскиваю. Это все буду дело на улицу менять. Если хватит, то длины-то у меня есть. Если нет, то еще вот это покупать надо будет. Вот, пошла мазута. Так, все отсюда вытащил. О, кстати, тут уже потек шланг. Представляешь, я вот сейчас только хомут открутил. Только до него дотронулся, и он уже лопнул. Это всего полтора года, считай, в шлангу. Вот такая вот новая шлангелита. А вот этот шланг я менял дома. Он у меня, наверное, валялся лет 10. И он вот такой, как резиновый. И с ним вообще ничего не происходит. А этот новый... Россия. СССР от России отличается капитальным образом. Так, все, снял. В таком состоянии весь шланг. Просто весь полопался по длине. Неважно, где, в каком месте он весь. Вот это совершенно новый покупал. Тут вот какие-то прям выпал кусок. Что это такое, я вообще не понимаю. Как так делают? А вот шланги, которые у меня лежали, я не знаю сколько. Тут вот какие-то надписи есть, да? Вот. Это новый шланг. А это шланг старый. И он никакой не порябанный, ничего гнется. Я даже не знаю, сколько он лет лежит. А вот тот, который показывал. Здесь даже нет внутри вот такого рукава. Он просто резиновый. И он тоже очень древний. И, пожалуйста, с ним ничего не происходит. Так что я сейчас вот на это дело заменю. Надеюсь, что хотя бы подольше послужит. А то так где-то и топливо потерять можно. Так, снять-то его хорошо можно. А, а одеть, знаешь что? Надо помощь. Надо вниз спуститься и толкнуть шланг. Да, я его одел, а тут у меня уже все. Моща не хватает пальцами затягивать. Во-во-во. Во-во, вперед толкай еще чуть-чуть, чуть-чуть. Все, победили. Победили, да? Да. Да. Победили. Спасибо. готово крепление генератора надо мне здесь ухи сюда стереть дальше чтобы можно было подвинуть генератор ремень генератора вот так стоит то есть прямо надо надо вот стоит вот так точнее вот так надо его выровнять сейчас буду сюда напильником пропиливать чтобы можем было двигать пилите шура пилите в она золотая спали но кстати уже напильник горячий красный уже ну вот дай только напильник батю фону будет надеяться что нормально нормально собственно чего мы добивались вот было вот так а теперь вот сюда сместили назад миллиметров на 6 на 7 и теперь и вы должны быть почти параллельно генератора и вентилятора это немножко косоват был клапана в общем отрегулировали сейчас вадим взял шампунем его облил говорит надо деда помыть от ушибка грязноватой съездили мы магазин еще взяли оптику это провода буду закрывать для трамблера взяли лампочки ремешочки и прокладка короче всякие сейчас мы на него посмотрим какой он без грима да не я двигать подписчиков встретил всем привет это канал братья приходька привет подписчикам от подписчика на рыбалку да заедем да поедем правильно надо ездят души остался пока мы все устранили что можно было и на выходе уже при испытании выдает еще один газ да да вот как раз в один выдает интересный момент в общем устраняем постепенно всякие там недоделки да и мелкие большого характера как только одно устраняем появляется другая этому конца ни края нету мы уже мы уже сидим тут и просто я не знаю и смешного и плакать хочется и все такое теперь радиатор потек буквально недавно что у нас там трамблер не заработал или как его катушка катушка только катушку делаем что-нибудь еще происходит и вот это вот как я не понимаю игру как будто у него душа на самом деле есть у этого деда уаза я не знаю я как только одно какое-то что-то и все и все и начал он истекать теперь радиатор потек есть предпос предположение что просто все было в грязище забито и он давно должен был потечь тут немножко помыли движок он почище стал и чужая здесь вот плюха стоит он по ими и там то же самое где ухо крепления он тоже плюха припаян уже припаян он уже тек когда просто отрепетировали поэтому я уже не знаю что делать с ума сходить дурдом этот надоел же домой больше стало течь это же я хотел краник вообще открыть о наконец-то у нас очередной день ремонта сегодня мы что мы сегодня будем делать вчера мы обнаружили что у нас радиатор мягко говоря кончился и вчера удалось созвониться с друзьями они передали радиатор в общем мы его сегодня уже встретили с вадимом и вот он лежит это благо дело что он у меня был вещь на сегодняшний день стоит немалых денег в магазинах так что вот красота что он есть правда есть тут пару мест стукнутых мы посмотрим если все целое то прям будет почти что но вода радиатор вазики в один начал разбирать карбюратор вот привезли прокладки купили потом надо будет наверно термостат поставить новый что-то у меня не греется уазик совершенно вот другой поменяем видимо тут уже не работает и купили комплект подушек на двигатель мои подушки уже все приказали долго жить в общем такой значит у нас сегодня объем работы ставим радиатор и перебираем карбюратор ставим термостат а вот еще термостат атор меняем подушка тары до подушка тары меняем нескончаемый ремонт продолжается вчера я же говорю с этим уже дошло до такого что аж настроение просто куда-то так далеко пропала вытекла вместе с посолом да вообще я вчера просто в осадок упал вообще настроение никакого не было к вечера ну все решилось радиатор есть и практически новый давно он у меня лежит но он даже с оглушечками со всем такими штучечками очень нормальный должен быть может быть так ли это клеем даже сам лично вот это дело правда забыл что там случилось там скорее все резьбы не стало вот это медная болтик он как пробка до вкручивается резьбы не стала он как сливной дренажки резьбы не стала не не вкручивалась не ломали что и залепуху залепили а я тут уже открутил тоже частично а сейчас надо все снять вытащить его отсюда а ну поставить кстати патрубки еще нормальный прям нормальный этот по крайней мере менять не надо будет а вот как же цель вкручиваться ничем еще не унимаем но сминая все упал вкручиваются снизу уху хуху 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 сейчас посмотрим Смотрите продолжение в следующей части. 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 Так, все пока. Сейчас буду все вкручивать в радиатор. Короче, я нашел, почему радиатор был снят и сдан. Сдан в утиль. Почему? Почему? Вот туда. Сота пробиться. Походу ударилось где-то что-то, куда вот влетело и он потек, его снимали. А работа он совсем мало. И вот этот, наверное, видишь, вот это вот гуляет ухо. Это и есть следствие скорее всего этого удара. Что тут прилетело. Что тут прилетело непонятно. Как тут прилетело тоже непонятно. И вот тут прилетело. Тогда делаем так. Ты сейчас выпрямляй и поедем к митнику отвезем. Пару глотков. Пару глотков чая и едем опять в ухту. Мастеру надо нам, чтобы запаял радиатор. Ох, радиатор оказался не совсем прям новый. Ну, такой, подбитый короче. До рычагов добрался что ли? Да, укоротил один рычаг вот этот. Чтоб он подальше был, чтоб включаться можно. Включалось нормально. Что получается? Передок, да? Да, передок. Карп поставил уже. Карп бэбэратор бэбэ. Так, а я сейчас буду вот эти вот штуки нехорошие менять. Это, которые подушки. Подружки. Двигатели что-то они там совсем не уже никакие. Говорят так. Ты сам посмотри. Резина полопанная. И болт покрутить. Так, это что мне надо? Наверное, сначала приподнять чуть-чуть двигатель, да? Раскрутить надо. Кого? Ну, гайку видишь? А, шплинки повытаскивать. Я всё. Гайку открутить. Всё, понял. Вот. Тут тоже самое. Оттрутить. Кстати, патрубок тут один. Смотри. Трещины. Вон. Не видно будет. Ну, да? Ну, видишь. Я не знаю, насколько это ещё походит. Ты же говорил, меняли. Ну, меняли. Некоторые чистые, а некоторые вот. Вот тут, видишь, всё-таки есть трещины. Я не знаю, что надо с этой стороны смотреть. О, грязи замазал. Нету. Нормально. Всё понял. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Да, тут что-то совсем всё. Всё болтается. Так, там надо одному внизу держать. И, ну, здесь припить. Подожди. Вот так придерживаю просто его. Он тут вот здесь вот губку уперся. Угу. Викрутился. Чё-то мне кажется, болт кричит. Баревой косой весь. Да? В барашек. В барашек закрутился бедный. Вот я говорю, он какой-то весь прям. Что-то смотрим. Вещь-вещь. В глаза его поглядим. Ему стыдно, он прячется. Уши туда, уши что-то разбиты. Так. Ой-ой-ой-ой. Так. Давай сюда заберем. Не чем будет. Так. Да, да, да. Вот я сейчас. Так. Так. Дядя Ваня, вот у тебя одна подушка. Смотри на неё. Дядя Ваня, ты одень вот эту сверху, держи её, вот эту колобаху. Вот эту черопашку. Снизу держи её. Вот эту втулочку тоже пальцем нажми. Вот. Вот так вот. Черопашку. Что-то я не понял. О, вот теперь она села. Фу, поднимаешь ли. Так. Теперь это сверху. Болтушок. пока болтушок не будем ее потеряю пока так оставим сейчас следующую на ту сторону итак теперь чашечку туда впихивай так нету не попала не вот так на себя как бы давить вот тогда более или менее на себя его тени ты вот как будто будет так вот выравнивается вот так вот остаться немцы сразу придумали они самый кончик длинного болта делают на конус бочки на тебе гад ползучий а подушки легко менять приподнял и все я так сказал мы просто меняли как-то подушки на какой-то иномарке я не стал уже перечить я думаю ну может быть здесь просто но там мы вспотели все давай надо чай попить что-то я вообще расчетался вышло нет вышел уже из гайки да ну и все тогда он утянется утянется где-то там будет это потом отверстие технологический под шплинт техногенный да тут еще клеще ребят похоже да потому что его увело вообще конец да ну конечно тут вообще аж на сантиметра полтора ух вперед ушло на меня да да там еще хоть чуть-чуть чуть-чуть а здесь прям отверстие где болт будет в ребро крепления биться вот попал вот еще его прям туда надо долго и упорно двигать в ту сторону в коробку все в коробку вот ну в сторону коробки и как может в все и пойдем пить чай зашел ахахахахахахахахахахаха ага победили дедушка давай завязывай ну ну что тут вообще ухо разбито который двигатели так чё пока все да пока все покачай уж они как бы даже и выглядят неплохо и не скажу что не продавлена но ненамного имеет как резина мягкая то есть не прям вообще дубовая то есть я могу ее без такого дикого усилия про жать да я думаю не надо их менять сейчас я попробую да вот это вот гайку не дайку ослабить что тут будет как забрали мы радиатор запаяли дяденька там один на бушу его один по-моему рядом со зданием атыкоглавк запаял вот здесь вот здесь запаял кому надо туда обращайтесь он паяет такой пожилой мужичок у него там еще есть сталинский вагон музей во кто знает как говорится привет мы от братьев приходько передавать сейчас этот который он запаял и будем потихонечку ставить решимся последней радости какие-то трубки кто-то подвязал нужно не надо рассказывать все нужно ну чё сидит понятно так только я там гляну сейчас ничего резину втыкаем дай а резинку чё снизу вверх да а там же надо будет сэндвич делать снизу вообще в по моему я все тоже и забыл что то сверху что то сверху заливать так там надо это посмотреть вроде я его ставил на положение чтобы он там не тек заливать теперь надо залить заливать постараться заведем чтобы он выйти в печке сразу загонял заливать дальше а 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 см а а а поехали дедушка выходит на арену тормозы работают дядя вае никак не могут медленно с кислением работать молодец от заглох на пересдачу все дедушка не хочет выезжать ну не хочет он выезжать понравилось ему гаражик ну давай дедуня надо на работу ехать счастливый владелец нового уаза гидроусмирители что-то троить он стал молодец дядя ваня молодец тормозы тормозят аж прям ой красота ну как ваше впечатление от новой машины амолёт а вы думали таких тормозов вечно не было а теперь они существуют провожу вам инструктаж чтобы вы нормально закрывали заднюю дверь берешь вот так вот а вот так вот а делаешь раз и два и все не понял не надо бахкать в новой машине новыми дверями по дороге открываться не знаю я проверю давай вот так вот дорогие зрители благодаря вадиму этот автомобиль немножко корявыми руками вот и ладно 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 кстати дядю васи благодаря а еще и тимофею благодаря некоторым подписчикам благодаря так добрался я уже до переправы там вадим ты переживал насчет колодки колодка не греется все отошло видимо притереться просто должно было вон наша речка в общем что я хотел сказать хотел передать еще всем ребятам привет всем тем кто помог в этом нелегком деле встретился в тех или иных местах как говорится на весь ремонт у меня ушло где-то около 40 дней почему так долго ну потому что не хватало где-то средств где-то инструментов где-то каких-то там запчастей где-то там спину сорвал несколько дней не мог ничего делать короче говоря мал по малу постепенно постепенно в итоге все-таки сделали единственно что все-таки на движок не хватило вадим сказал немножко побегает еще сейчас главное дело со всеми какими-то там своими делами закончить долги вернуть немножко в долги в лес вот а там оклемаемся потихонечку и все-таки движок надо будет перебрать это по-любому вот что надо не знаю все говорят скажите покажет вот поэтому вскрытие покажет а я то в принципе понимаешь там поршневую группу надо менять ну и хочу передать все-таки всем привет это денису толику дяди вася привет отдельно приехал с нижнего одесса помогать ремонтировать в тот момент когда у меня спина скажем так отказала самое главное дяди ваде тебе привет все благодаря дяди ваги гараж и руки и средствами помогал и какие-то у него самого уазик какие-то запчасти дал тимофею большой привет благодаря ему у нас появились мосты бушные но они нам нужны были много там запчастей все таки пошло на наши мосты особенно на задние дяди дима встретился сосногорска тебе тоже дяди дима привет большой тоже помог на передний мост так получилось что как раз очень срочно понадобилась планетарка денег уже на тот момент совершенно не было это тут дима я не знаю кто его послал ангела наверное мои послали у него валяется запчасти это очень долго в общем постепенно постепенно константинович тебе тоже привет нет нет рублем помог чтобы я съездил домой на бензин там все такое в общем всем тем кто встретился если кого упустил как говорится не обижайтесь вам низкий поклон от души прям благодарен за любые советы даже все те кто советы даже делают то тоже благодарю ну еще почему так долго мы были но это потому что ребята начали заднего моста в итоге перебрали полностью задний мост поменяли карданы пришлось поменять все флянцы или как им там правильно называется но от коробки от мостов которые идут десальники вот это все пришлось поменять поменяли в итоге передний мост тоже перебрали его из двух мостов также собирали что-то докупали что-то кто-то дал короче говоря полностью перебрали потом у нас ни с того ни с сего почему-то перестала машина заводиться к там катушка зажигания я много не снимал у меня бывало нервы зашкаливали так что у меня просто я не понимал что происходит а просто как объясняли мне многие люди пришла усталость металла то есть машина старая то одно то другое там туда-сюда в итоге мы нашли там трещину на коллекторе нашли трещину на карбюратор и карбюратор сменили вот серёге тебе спасибо тоже карбюратор купил вот приехал вовремя потом вот так же стоял стояла ни с того ни сего радиатор потек вот радиатор я поставил тоже бушный но он более лучшем состоянии был пробит и мы его там восстановили короче говоря поставили его и вот так вот там проводок там еще чего-нибудь то одно то другое там педали подделали там какие-то тяги еще что-то в общем кучу много недоделок там где-то двери где-то замки где-то еще чего-то поэтому очень долго все тянулось очень много времени ушло ну и как я уже говорил были еще другие проблемы будем живы не помрем все на этом теперь точно все осталось до дому совсем немножко желаю вам всем удачи и счастья мира в дом здоровья и будь добру и